Собака шатает камень 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 там что-то про стиль, стиль сохранить желаю стиль будет вам автомобиль что за бабки? ну серьезно! автомобиль! автомобиль можешь отдать собаке, если не кушать, ну ешь тогда мы начали про общагу, давай, рассказывай, я подхочу я живу пока, ну я живу пока поживем пока такой необычный кофе, ммм, странно с элюксирем 18-летним ну в общем, я не помню, как это все началось и вообще, я в это все чертушину никогда не верила я в жизни с этим и сталкивалась, вообще стараюсь эх, как я уже говорила и относите к дому не, ну типа верить в то, что объясняется логике а тут типа, ну, всякие призраки там и так далее, и тому подобное всегда не верила я не помню, как началось началось с того, что унатила очень сильно Аня и унатила она страшно наша соседка кстати, сразу сделаю отметку я к ним заселилась позже они жили в этой комнате раньше меня то есть, прямо рассказывай с самого начала как заселились да, вот эта девушка странная жила а уже потом я присоединюсь, когда я к ним переехала да, мы заехали в комнату, где жила какая-то девочка она занималась какой-то магией не особо вникала, но, короче, на стенах были какие-то странные надписи на кроватях были надписи, на шкафах какие-то рисунки, какие-то кресты что он там делал, непонятно, но воспитатель рассказывал, что он какие-то ритуалы проводил, кого-то вызывал в потолок иголки были воткнуты в форме креста, короче не, он называл себя Адой, хотя назовали ее Настей ну, это как в битве экшеросенсов Козалар Шадони которого зовут там, не знаю, Сережа Петров, наверное не знаю да, который у нас тоже был, но это уже другая история колледжи вот ну, когда мы туда заселились первую ночь, мы соединили кровати, кстати я тебе об этом не рассказывала я приехала к Нечаевой и Люсе и вы должны там были проночевать извините, если мы фамилию что-то называем мы вас не оскорбляем, мы обижаем, поэтому я забыла, я забыла, что вы можете это посмотреть привет вам я надеюсь, что вы не посмотрите ну, по крайней мере, не обидитесь да давайте будем заменять медиа, наверное именно да не ну, что не обидятся мы же никак не осуждаем не обзываем в общем в общем мы соединили кровать не знаю, что она меня заставляет мне так много ладно я же писала в комментариях, что я ее привязала к батарее и она у меня сидит в рабстве да, это правда не могу показать даже следы от наручных да вот и я, получается, у нас спала посередине мы спали по бокам мы спали со включенным светом, потому что мы почему-то очень сильно боялись вот этих всех надписей и я просто просыпаюсь от того, что Настя вот так вот встает и что-то начинает шептать непонятно ну, я подумала, что, видимо, ее какой-то сон проснился она просто задает во сне не обратила внимание конечно, мне было жутковато но подумала, что, типа, кофе кто-то не разговаривала с нее нормально вот потом какое-то время это все прекратилось и дальше с нами живет девочка Аня и вот с Аней то начинается уже более странная вещь ты на каком моменте вообще это все заметила? ну ну во-первых вы уже там жили, соответственно и очень прожуй и говори прожуй и говори Данил просто обозначил, что он тоже здесь я вас всех люблю я просто представляю, как в его голове армия фанаток с моего канала пишет Данил, вернись, без тебя не то вообще как получилось так, что я переехала к ним в комнату? я в своей комнате когда жила у меня был очень большой у меня была очень большая конфликтная ситуация на самом деле с моими соседками и я ждала момента, чтобы переехать короче говоря в комнате жила моя одногруппница мы как бы с ними до этого толком вообще не знакомы были и не общались блять, рука бери пончик ешь, пожалуйста она хочет тебе поставить я уберу моя рожа не лазила в эту камеру да, да, да спасибо все нормально в общем вот и я получается пришла в гости к своей одногруппнице туда и каким-то чудесным образом скажу по-русски мы забухали но они типа собрались там в компании такие будешь с нами типа третьим на три персоны разольем я такая третьим буду все и что-то на утро просыпаемся у нас девочка Аня Аня, привет мы тебя очень любим не обижайся если что я сплю я сплю причем мам, прости за такие подробности жесткого похмелья реально и она мне будет Надя вставай Надя время не ждет я такая какое время чего она не ждет я не понимаю что от меня хотят она мне Надя время не ждет я такая типа что что она иди вещи собирай ты к нам переезжаешь оказывается что у них соседки в комнате тоже между друг с другом скажем так не поделили молодого человека и одна на почве ревности к этому молодому человеку съехала и типа освободилось одно место я переехала к ним и уже в первую ночь ну типа мне вот Илона говорит ты типа извини может ты там привыкла у себя по-другому но у нас в комнате мы спим с включенным светом то есть это по-любому так никак иначе я такая ну без проблем как бы мне вообще ничего типа это не стоит она такая ну у нас тут всякие странности творятся но ты типа не обращай внимания я такая типа ок ну ладно я думала что они немножко там со своими тараканами но как бы я приехала в эту комнату я в чужой монастырь со своим уставом в принципе никогда не лезу я такая ну ладно типа у них тут свои правила они тут уже давно живут и я как бы должна наоборот к их правилам привыкнуть и свои порядки тут не устраивать и все и я помню что я легла спать я сплю причем я была абсолютно трезвая если кто-то что-то там может не то подумать и я чувствую что в полусне ну я в таком прямо полусне что меня кто-то а там панцирные кровати ну панцирные это типа вот на таких пружинках были то есть там нету дна вот этого твердого а там такие как мягкое дно такое пружинистое и меня как будто кто-то с другой стороны моей кровати меня подпихивает короче я такая просыпаюсь раз такая думаю может меня разыгрывают или чё заглядываю под кровать может там кто-то ну такое чувство что из под кровати кто-то тебя ногой пинает я такая типа чё не поняла ладно я как сейчас помню эти ощущения засыпаю просыпаюсь опять от такого же чувства что меня кто-то из под матраса пинает это в первый день было? да это в первый раз когда я осталась у вас вот ночевать ну вот одна на своей кровати типа я такая типа странно типа ну ладно заснула и потом мне ночью как сейчас отчётливо помню снится кошмар и причём это было в полусне и не в полусне ну как-то вы знаете бывает такое странное чувство что ты как будто бы спишь но как будто бы это действует всё происходит с тобой в реальности ну как будто бы ты и не в реальности а спишь может быть это мне приснилось может быть что я до сих пор не могу этого понять но я помню отчётливо что это было как будто вот в реальности и кто-то сидел на моих ногах и я ноги не могла поднять от того что кто-то тяжёлый сидит на моих ногах вот у меня такое ощущение было когда там кошка ночью приходит и засыпает у тебя в ногах типа на ноги ложится и ты не можешь ноги поднять и вот я реально мне как будто бы пытаюсь ноги поднять а мне не дают что что-то тяжёлое легло у меня в ногах и я утром просыпаюсь что ну пиздец что-то странное девочкам говорю такая типа что происходит ну у вас реально что-то не норм ну начинаю описывать свои ощущения и при том при всём я реально когда это рассказывала я боялась что они сейчас у виска покрутят и скажут давай-ка ты обратно съедешь откуда приехала что нам тут шизоиды не нужны они такие типа сидят меня слушают и говорят так это да типа нормально ну как бы у нас такое происходит вот после чего я поверила во всё и что происходило дальше это вообще какой-то катарсис ну реально вот примерно так всё и было ну больше всего чертюшины приобрела Аня у нас на девочку причём больше всего вот это вот всё влияло я не знаю до сих пор как правильно наверное буду сказать Ваня дело или это вместе дело на котором спала Аня это абсолютно вместе дело это же так кажется потому что этажом ниже кто это был Чирков да это был Чирков привет это сама тоже здравствуй да потому что как только мы переехали в другую комнату с ней вот эти вот все аномалии а он в курсе об этом ему рассказали? я рассказывала ему да ну типа он так же типа ну сказки венского леса я помню что Настя ходила у себя на отделение это всё рассказала ну вот где она училась и всё отделение потом именно нашу четвёрку кто там учился они нас жёстко стебали за то что мы типа Куку из села Кукуева ну я на самом деле испугалась мне было очень страшно потому что я такой в жизни никогда не наблюдала и не видела что одно и то же те же слова были сказаны разными людьми но разница была в один этаж ну вот я сейчас расскажу что она имеет ввиду короче говоря мы спим ночью вся херня происходила только ночью получается вот сплю я вот напротив меня кровать моей соседки Ани и она посреди ночи просыпалась и говорила причём обращалась к Насте вот к другой нашей соседке и говорила я твоя баба Клава я маме твоей расскажу что ты шапку не носила и постоянно вот причём она очень часто просыпалась посреди ночи ходила по комнате лунатила на утро Аня вообще этого не помнила но как бы постоянно она говорила я баба Клава я баба Клава мы такие типа Настю спрашиваем у тебя была какая-нибудь баба Клава там типа нет она такая нет у меня с роду не было никакой баба Клавы вы типа чё она звонила родственникам спрашивала есть там какая-нибудь баба Клава нет там не было никакой бабы Клавы вообще в упор абсолютно и фишка в том что мальчик мы жили на четвёртом да по-моему мы на пятом этаже жили он жил на четвёртой и прямо под нами и фишка что вот его кровать находилась прямо под кроватью а не на пятом этаже то есть вот у неё на пятом это же вот здесь кровать и у него строго говоря на четвёртом этаже прямо под нами кровать на том же самом месте и он ну извини пожалуйста если я скажу может ты напишешь там если я неправильно говорю короче говоря он то ли выпил то ли чё ну общага молодёжь всякое бывает в алкогольном вот этом вот опьянении сидел и пьяный говорил типа парни давайте не шуметь давайте не шуметь сейчас придёт баба клава типа всех нас тут от материт и наругает и когда мы услышали эту замечательную историю вот тут мы подсциковали конкретно я без шуток не веря ни во что вот это вот мистическое и т.д. и т.п. пошла в церковь купила свечки а ты уже съехала кстати тебя уже не было она уже уехала к молодому человеку когда мы услышали эту историю Аня ещё несколько раз себя пообзывала бабой клавой мы пошли в церковь купили свечки я давай по углам короче я просто охренела мы вот так же по углам короче ходили со свечками и короче со свечек идёт треск и пошёл чёрный дым я это склоняю ещё к тому как у меня здоровый скептицизм я это склоняю к тому что там короче на потолке были вот эти вот знаешь такие пенопластовые плиты прилепляют и может быть они от жара начали как-то плавиться и от этого был треск и вот этот вот чёрный дым всякое может быть я этого не исключаю что тут уже не мистика а тут уже чистая физика происходит но то что это было это было это факт то есть вот сидит человек который мне не даст соврать скажем так вот а как только мы на следующий год переехали в другую комнату все эти аномалии резко просто прекратились ну такие дела а для меня у вас как это вообще происходило ну вот я же сказала основная история когда вот мы спали на одной кровати ну вот то что я ранее рассказала и и зеркало больше ничего не вспомнила ну вот Аня постоянно ходила ходила до окна и обратно причём у нас было человек шесть в одной комнате она просто проходит в нас и вот так вот к стенке ну страшно страшно потому что человек сам не свой непонятно что у него в голове что она вообще зачем он открывает окно и так далее капец я понял вообще говорят что нельзя ни в коем случае будить и человека в таком состоянии потому что он может что такое не против себя или что и говорят типа нужно под ноги когда человек ну типа унатит от того что он остаётся с кровати мокру тряпку уложить чтобы он проснул да вот я не знаю насколько вообще это правда и ну вот считала что это не короче помню что все разъехались я с ней одна осталась мы это майские праздники были и все кто по домам разъехался кто куда мы остались вдвоём и вот короче говоря я сижу телевизор смотрю время три часа ночи я всегда в три часа ночи не сплю у меня вечно вот сбитый режим и она просыпается и на меня сидит смотрит вот просто молчит и смотрит пристально я такая типа они все нормально вот это был первый раз когда я один на один с этим осталась я обосралась я бы убежала спала потому что в стенке так я сижу просто за этим наблюдаю но я типа она спала вот так ты вот здесь да напротив нее прямо спала она села она получается встала села и как вот так вот глаза открыла как спросу и то есть она ним не вот эта вот как фильмов показываете по зомби она вот как спросу ли просто глаза открыла я подумала сначала что я ее телевизором разбудила или еще что-то что я это я подумала что она спроса нему что она проснулось еще что-то я такая типа анянем все нормально она сидит и вот так уже упор на меня VS смотрит конкретно и не отвечает вообще ничего. Вот тут я обосралась, когда она на меня сидит, она так в упор смотрит и не отвечает. Я такая, типа, ок. Ну, такая, типа, на кровать к себе залезла и наблюдаю за этим всем. Она что-то прошла до двери, обратно развернулась, к окну подошла. И развернулась, и обратно легла на кровать спать. Всё, я её на утро спрашиваю, типа, Ань, что это было? Ну, она, как всегда, по закону жанра, типа, я не помню, я не помню. Она реально не помнила, что с ней происходило. Просто даже с моей стороны это было глупо спрашивать, но я тоже находилась в шоке, поскольку обычно вот это явление того, что Аня просыпалась и начинала лунатить, это было, когда все были в комнате, а тут я осталась с этим один на один. И тут я, конечно, немножко подвасралась. Мне, кстати, очень интересно, я об этом периодически вспоминаю, и мне реально интересно, что происходит в этой комнате сейчас. И если бы я знала, кто там сейчас живёт, я бы пообщалась на эту тему, мне интересно. А вы превратилась в следующем выпуске? Вы превратилась в личную комнату? Реально, наверное, мне было бы интересно выяснить, что там вообще продолжается ли это, и это успокоилось. И ещё мне интересно, лунатит ли Аня сейчас? Она не лунатит? Нет, я сто процентов уверена, что она не лунатит, потому что как только мы переехали, я же после... Ты-то уже съехала? А я после вот этой вот комнаты и после вот этой всей истории с лунатизмом, я-то с ней дальше жила. Я ещё год с ней прожила, и мы с ней год вообще абсолютно нормально жили. Всё, вообще никаких вот этих казусов не происходило. Очевидно, что мы вместе делали, и это, блин, очень странно. И вообще не знаю, как это объяснить. Вообще. Просто ещё гуляет такая история, но это не история, это как бы реальная история. Это не история, это реальная история. Это как бы реальный факт, что у нас покончил жизнь самоубийством молодой человек на четвёртом этаже. Не один, было, по-моему, три случая с самоубийством. Про три не знаю, но знаю точно про один. Он нам даже, учитель истории, рассказывал, Леонид Иванович, фамилию не называем, он рассказывал в подробности, как это всё происходило. То есть, молодой человек учился на эстрадном отделении, играл на тромбоне в оркестре. И то есть, вот была такая история связана, что якобы он набрал кредитов. Он набрал кредитов, влез в очень большие долги, и не знал, как с ними расплатиться. И на почве этого, то есть, он покончил самоубийством, а то есть, повесился на четвёртом этаже. Просто я не могу это как-то документально подкрепить, но по поводу этой истории конкретно, у меня есть ребята, которые мне рассказывали. Есть человек, который был, учился с ним в это время, и даже более того, извиняюсь, вынимал его из петли. Так что эту историю я знаю точно до мельчайших подробностей с подкреплёнными. Нет, он повесился в мужском туалете на четвёртом этаже, где нас с тобой выгоняла. Душа что-то? Нет, в туалете, по-моему. Ну, вот туалет, я не знаю, душ, не душ, там уже я до вот этих мельчайших подробностей не знаю. А дно это было? На четвёртом недавно было? На дно, на дно. Нет. Это было до нашего выпуска. Получается, вот этот молодой человек выпустился. Прошло четыре года ровно, я поступила. Значит, сейчас мы четыре курса отучились. Подожди, математика. Весёлая математика с нами. Мы с тобой, с момента, когда мы поступили, прошло семь лет. Семь плюс четыре. Одиннадцать лет тому назад это было. То есть он просто выпускник того времени. Так нас свела судьба, что мы пересеклись в своё время. И я его спрашиваю, а правда ли там была такая история? Я уж не знаю, насколько это правда, но он мне сказал, да, я сам его типа вынимала из петли. И рассказ нашего преподавателя истории подкрепил вот этот вот самый момент. Я тоже там типа спрашивала, правда ли была такая история. И он до мельчайших подробностей рассказывал вот это вот всё. Вот такие вот дела. Была ещё история о воспитателе, где рассказывали не один, то что тоже с парнем было оставаться. Он это сделал у батареи, я так и не поняла, это было в коридоре либо в комнате. Я не представляю, как это сделать в комнате. Ну, в общем, не суть. Я в этом не вникала. Суть в том, что они поконфликтовали с девушкой, и он, я так поняла, хотел над ней пошутить, это как мне доложили, я не совсем представляю картину, и типа в итоге пошутил, и в итоге сам повесился. Прак, который вышел из-под контроля. Ну вот не знаю, мне так докладывали, не знаю, а ещё слышала про девочку со второго этажа. Ты не слышала? Нет, я говорю, только вот эту историю. Девочка в душу повесилась. До второго этажа. Кос. Вот. Но это все истории были ещё далеко до нас, об этом очень много говорили в общаге. Воспитатели это подтверждали. Причём вот это вот наша комната, 517-я же у нас была. Что я скажу? Я помню, 617-я, да, 517-я. 517-я комната. И я помню, как мы к воспитателям подходили даже и говорили, что там, ну, конкретно рассказывали, что там что-то происходит. Причём я уже не стеснялась то, что меня посчитают из села Кукуева. И я говорила, там типа что-то не норм. И у нас воспитатели говорят, да, вы типа не первые, кто жалуется на эту комнату. Да, там явно что-то не то. Ну, я просто человек, максимально неверующий в этого всё, поверила. Поэтому, если нас смотрит продюсер и работа экстрасенса, пожалуйста, приезжайте. Есть очень интересная, удивительная для вас передача. Я буду новой Джулия Ванг, почему бы нет? Вот такие вот дела. Да. Ставьте на её, да. Ставьте лайки на её видосы, подписывайтесь на её канал. Будет вам счастье, счастье и любовь. Всем пока, наши любимки. С наступающим Хэллоуином. Был вас любим. Пока-пока.